Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что нынче 6-й созыв Городской думы. И она только что заседала. И на этом заседании был утверждён Илья Шульгин в качестве главы администрации города Кирова. Утверждению предшествовал конкурс, в котором участвовали ещё два человека. Кого-то мы знаем, как Вячеслав Николаевич Симаков, например, который долгое время возглавлял департамент благоустройства, а сейчас Первомайский район возглавил. Второго человека знают не все. Алексей хотел спросить, зачем вообще в процедуре прописан конкурс? Всё равно ведь это назначение, нет? Мне кажется, это не совсем назначение. Всё-таки это конкурс, потому что любой желающий кировчанин мог подать заявку, если он соответствует определённым требованиям, подать заявку и участвовать в этом конкурсе. А конкурс ещё потому, что эту кандидатуру должна утвердить Кировская городская дума. То есть, если бы это было назначение, и городская дума в данном случае не нужна. Но здесь процедура строгая, чёткая. То, что мы не увидели большого числа претендентов на эту достаточно весомую, значимую и очень ответственную должность, вызывает лишь сожаление, что не нашлось в Кирове достаточно эффективных, серьёзных менеджеров, способных заняться городскими проблемами. В том числе были предложены кандидатуры областного правительства. Эти кандидатуры и победили. В принципе, достаточно логично. А, две кандидатуры было. Одна из них победила. Вы говорите, что прокомментировали моё сообщение, что Шульгина утвердили словами неудивительно. Почему неудивительно? Ну, идея... Разве Вячеслав Николаевич Симаков мало работал в городе? Или у него меньше опыт и понимание хозяйственных процессов, которые осуществляются здесь? Идея о том, что господин Перескоков не будет продлевать контракт с городом... Бывший глава администрации. Бывший глава администрации города витала достаточно давно, начиная даже с весны этого года. И именно с весны этого года появилась фамилия Шульгин в качестве главного претендента на этот пост. Поэтому я и говорю о том, что победа в конкурсе Ильи Шульгина, она неудивительна. Потому что достаточно уже давно об этом обсуждают. И эта кандидатура, как мне кажется, на сегодняшний день, она одна из самых достойных. Можно ли сказать, что борьбы за это место не было ни между кем? Ну, то есть не боролись элиты с правительством, не боролись партии, я не знаю. То есть думаете ли вы, была ли борьба, это первый вопрос, или это все-таки какая-то договоренность? Вы знаете, своим вот этим примером можно показать о том, что в любом случае на какие-то серьезные кадровые должности, за серьезные кадровые должности идет борьба. Борьба между политическими партиями, политическими бизнес-элитами Кирова и Кировской области. Естественно, данная креатура, она согласована. Это согласованная креатура. И утверждать о том, что не было ни одного претендента, и вот первый попавшийся здесь победил в этом конкурсе, ну, естественно, это будет неразумно. Есть предмет политического торга, политических договоренностей. Я думаю, что согласованная позиция по главе города и по главе администрации города, это, безусловно, предмет торга. Какого торга? Кого? С кем? Ну, вот это уже вопрос. И для многих это покажется загадкой. Но мне кажется, в любом случае это предмет торга. А для вас загадка? Да нет, для меня не загадка. А кто с кем торговался? Ну, безусловно, есть представители местных бизнес-элит, которые имеют определенные рычаги влияния и в городе, и в Кировской области, которые имеют бизнес-интересы, готовы продолжать здесь свой бизнес. И, безусловно, когда бизнес переходит в некую другую стадию, скажем так, в большую стадию, бизнесменам хочется заниматься и в том числе и политикой, и отстаиванием своих бизнес-интересов через власть. И в таком случае появляются вот эти кадровые вопросы, появляется политическая борьба, появляется финансирование политических сил и политических партий. Это я говорю о местных бизнес-представителях. Правильно я вас понимаю, что они договорились? Ковалева представитель местных или Ташургин представитель Васильева, условно? Ну, может быть, не сколько Васильева, сколько областного правительства, областной власти. Мне кажется, именно такая договоренность была. А вы лично знакомы с Ильей Вячеславовичем? Лично еще не познакомился, но я думаю, что в ближайшее время мы обязательно познакомимся. Мне вот лично нравится, что он из Татарстана. Глядишь, у нас казанский опыт будет как-то внедряться, и мы заживем, прям как в Казани. Хочется надеяться и в это верить, потому что... Серьезно сейчас говорить? Я говорю абсолютно серьезно, потому что та ситуация, которая сложилась в городе, она вызывает огромное сожаление и лишь надежду на то, что хуже уже точно не будет. И то, что в город приходит новый человек, может быть, с каким-то новым опытом, не местным опытом, это, может быть, пойдет на пользу. Но вы знаете, есть тоже другое выражение, другая фраза, что не делайте нам лучше, а ставьте нам как хорошо. И вот здесь самое важное, чтобы никто не перегнул палку, чтобы не было перегибов и каких-то сотрясений в плане управления городом. Но сегодня в заявлении нового главы администрации я услышал такую фразу, что мы не будем здесь наводить кадровую революцию. Ну, когда был задан вопрос о кадрах городской администрации, городских предприятий, это очень болезненный и очень важный вопрос для города, то Шульгин пообещал не наводить революцию. А я, наоборот, в данном случае призываю, чтобы вот именно в кадрах-то революцию все-таки в городе провели. Почему? Потому что та ситуация, до которой довели городские предприятия, они настолько убыточные, настолько неэффективные и настолько, да мне кажется, уже не нужны городу, что либо надо кардинальную ситуацию на этих предприятиях менять, а это может сделать только грамотный и эффективный менеджер, либо эти предприятия надо уводить в приватизацию. Потому что другого выхода из такой катастрофической ситуации, когда все мупы города Кирова возвращают в бюджет меньше 20 миллионов рублей, а когда сами осваивают городские подряды больше, чем на 3 миллиарда рублей, ну, не выдерживают никакой критики и владеют они имуществом более чем 2 миллиарда рублей. Алексей Кузьмин, депутат городской думы, простите, Алексей, я думала, что пауза. Продолжайте, поэтому. Именно поэтому надо наводить порядок, как мы любим в последнее время повторять это слово, наводить порядок, в том числе и в кадровых вопросах, и самое главное, в городских муниципальных предприятиях. В кадровых вопросах давайте продолжим эту тему, потому что вот вы говорите, что жаль, что никто не было реальной борьбы за место сити-менеджера в нашем городе. Если недостаточное, с вашей точки зрения, количество людей вообще почувствовали, оценили себя достойными быть управленцами в городе, не подали заявки на сити-менеджеров, почему вы считаете, что найдутся люди, которые смогут в случае революционных изменений в кадрах администрации, смогут о себе заявить и прийти на эти должности? Вы знаете, вот в ситуации, когда не было большого числа претендентов на должность главы администрации, можно отметить следующий факт. Вы знаете, на выборы, когда не ходят люди, они тоже говорят, что за нас и так все уже решили, мы не пойдем на выборы, мы останемся дома, как поступило 80% населения города на прошедших городских выборах. Также и здесь эффективные, успешные, грамотные и образованные менеджеры остались у себя на предприятиях. Вы сейчас Сураева имеете в виду, который заявлял перед выборами, что он готов возглавить город, а потом, когда понял, что, вы же нам рассказывали, когда он понял, что, скорее всего, другие люди будут выдвинуты и утверждены, решил остаться у ЗАЭС. Мне кажется, немножко не так. Когда он понял, что количество потенциальных проголосовавших за должность главы города Кирова будет не в нашу пользу, он принял решение не идти в городскую думу, насколько я знаю эту ситуацию. Я говорю о других менеджерах, которые действительно были способны возглавить наш город и готовы привнести какие-то новые идеи, которые имеют отличное образование, но по каким-то причинам... Кто об этих своих способностях не заявлял открыто? Так ведь Алексей? Если мы говорим только о том, кто заявил и не заявил. Вот многие, мне кажется, вот эти самые потенциальные менеджеры, они остались у себя на предприятиях и не дали о себе знать, потому что посчитали, что за них и так уже определили нового главу администрации, и влазить в политический, в бизнес-конфликт никто не будет. В дневном развороте вчера, когда мы собирали мнение горожан и их пожелания новому сети-менеджеру, Азиз Алийч Агаев сказал, что он боится, что будет сложно Шульгину формировать новую команду. Он тоже на вашей позиции, что должна быть новая команда в администрации города Кирова, поскольку принцип свой брат-сват, он очень силен, он крепко обосновался и будет, ну, он не очень верит в ситуацию, что что-то может измениться. Так вот именно поэтому и надо проводить кадровую революцию в городской администрации, потому что вот та система кумовства, твой, мой брат-сват из нашей бизнес-структуры, не из нашей бизнес-структуры, он довел город до такого состояния, которое мы видим за окном. Если не менять эту ситуацию в Белом доме, то и ситуация в городе не поменяется. Как вы думаете, Шульгин, человек действительно из Тадарстана, видя и зная, может быть, опыт строительства, благоустройства городов в республике довольно успешный, станет ли он привлекать специалистов со стороны? Я думаю, что будет, потому что человек с достаточно серьезным бэкграундом, он работал на нескольких крупных предприятиях, он работал и в Татарстане, и в Башкатарстане, он видел благоустроенную Уфу, Казань. Мне кажется, он сам лично заинтересован, чтобы показать себе и окружающим, что город Киров можно сделать лучше. И он постоянно об этом говорит, о том, что на душу населения финансирование из городского бюджета в Кирове одно из самых высоких ПФО. И кажется неразумным использование расходной части бюджета в том формате, в котором оно сейчас есть. И он постоянно призывает навести порядок в расходной части бюджета. Мне кажется, что человек будет привлекать в том числе и каких-то специалистов из других регионов. Насколько я знаю, даже из Татарстана, может быть, какие-то его коллеги, партнеры, с кем он раньше работал на каких-то предприятиях или в инвестфонде, он будет привлекать их для работы. Это «Особое мнение» Алексея Кузьмина, депутата городской думы 5-го созыва. Мы прерываемся на полминуты и продолжим. Действительно, в эфире программа «Особое мнение». Ведет ее сегодня Светлана Занько. А напротив меня Алексей Кузьмин, депутат городской думы 5-го созыва. Мы говорили об утверждении Ильи Шульгина в качестве сети-менеджера. Вот только что оно прошло. Только что прошла городская дума. Илья Вячеславович там держал речь. И до перерыва мы закончили на том, что Алексей Кузьмин сказал, что необходима революция кадровая в администрации города Кирова. А сами бы вы пошли работать в администрацию, Алексей? Все-таки депутатский опыт, бизнес-опыт. Определенный бэкграунд, конечно, у меня за спиной есть. И опыт. И самое интересное, как мне кажется, самое важное, что я знаю городские проблемы. Я не из другого района и не из другой республики. Я вижу наш город изнутри, видел его изнутри. Если поступит такое предложение из стен городской или областной власти, безусловно, я это предложение рассмотрю. Потому что быть полезным для своего города и своей области, это, наверное, уже моя судьба. А какая там процедура? Там конкурсная процедура или все-таки назначение? Ну, смотря ведь какая должность. Зависит от должности. Зависит от должности. А вы себя где бы видели? Не буду гадать на кофейной гуще. Думали вообще об этом? Если этим командам мой опыт, мои знания, мои умения покажутся нужными, то я готов рассмотреть предложение. Да, я об этом думал. И даже периодически такие варианты и обсуждаются. Но вот пока конкретики никакой нет. Ну, я занимаюсь теми делами, чем я до этого занимался. Вот есть все-таки люди, которые готовы пойти в администрацию, трудятся в собрадоночек, как говорят чиновники. Елена Васильевна Ковалева, которая является сейчас главой городской думы, и даже многие называют ее мэром. Все-таки так и хочется горожанам, чтобы был мэр или была мэр. Так вот, Елена Ковалева ярко заявила о себе, на мой взгляд. И сразу после вступления в должность она давала интервью, много встречалась с горожанами, заявления следуют яркие, которые она публикует на сайте городской думы. И, в общем, достаточно свободно приходит в СМИ, дает комментарии. Как думаете, они будут конкурировать, Ковалева и Шульгин? — Действительно, когда была избрана новая глава города, Ковалева, она сразу заявила о себе как об очень активном политике. Действительно, она постоянно делает политические заявления, направленные и на жителей города Кирова, и на бизнес-структуры, и на политические элиты. И это вызывает лишь восхищение и говорит о том, что действительно она будет весь, насколько я желаю, что она будет занимать такую активную политическую позицию в течение всего своего срока. Чего было незаметно у предыдущих двух глав нашего города. Всегда политическая деятельность Кирова была несколько элитарным закрытым клубом. Общественность не знала о тех политических движениях, которые происходят в городе Кирове. Мы узнавали о новых каких-то городских проектах лишь спустя какое-то время после их начала. То есть вообще власть была максимально закрыта. И об этом говорю не только я, об этом говорят многие. В том числе, что власть действительно была закрыта сейчас, Елена Ковалева пытается городскую власть сделать максимально открытой. Те самые публичные призывы контролировать власть, контролировать городскую администрацию, городскую думу, постоянные политические публичные заявления. Это все говорит как раз об этом. Говорить о том, что будут ли конкурировать между собой Ковалева и Шульгин, мне кажется неправильно. Потому что все-таки Шульгин это административные рычаги управления городом. А Ковалева это политические рычаги управления городом. Ковалева это самый главный среди городских депутатов. А городские депутаты это все-таки люди, которые занимаются политикой. Я думала, что они экономикой тоже занимаются. Экономикой депутат занимается в меньшей степени, чем администрация города. Как минимум бюджет они принимают. Бюджет города они принимают, но все равно сам бюджет города готовит и полностью составляет и готовит администрация. Но мы же помним с вами, какую должность занимала Елена Ковалева в правительстве предыдущего созыва. Она занималась конкретно финансами. Цифрами финансами. Вы можете себе представить главу города, которая была министром финансов на протяжении долгого времени целого региона. Которая будет спокойно сидеть на месте мэра, в кресле мэра. Не вникать, не участвовать в процессе, а только получать результат. Я имею ввиду цифры и бюджет. Я об этом и говорю, что она берет на свой личный контроль и на контроль депутатов и призывает контролировать общественность все цифры, которые будет предлагать администрация. Конкуренция эта с главой администрации? Я думаю, что нет. Здесь должны быть абсолютно рабочие отношения, потому что если у нас и так в городе система двоеглавия, которую мы пытаемся искоренить в Кировской области, на территории других районов, а у нас в Кирове остается система двоеглавия. Если еще эти две головы будут ссориться между собой и не находить общий язык, я не знаю, во что тогда превратится город. Безусловно, здесь должна быть четкая и внятная, эффективная работа между этими двумя менеджерами. И если будет конфликт, то ни к чему хорошему это точно не приведет. Я призываю Елену Ковалеву и Илью Шульгина найти общий язык, и я думаю, что он у них уже есть, и работать вместе на благо города. Да, но я надеюсь, что в ближайшее время достоянием общественности станет видение Ильи Шульгина в смысле развития города и его экономики. И посмотрим, как они с Еленой Ковалевой в этом смысле будут сходиться или расходиться по разным вопросам. Давайте еще про Елену Васильевну. Она буквально на днях опубликовала достаточно пламенное обращение к жителям города и сказала там буквально следующее. «Невозможно возле каждого здания, на каждом тротуаре поставить дворника, речь шла о чистоте в городе, чтобы подбирал мусор за недобросовестными гражданами. Никто, кроме нас самих, не наведет в областном центре порядок. Прошу всех кировчан проявить гражданскую позицию и не нарушать правила благоустройства. Давайте объявим повсеместную борьбу беспорядком и мусором». Вот это часть обращения Елены Васильевны горожанам. Мы в дневном развороте сегодняшнем провели опрос. Сейчас этот опрос у меня перед глазами. Я, к сожалению, не знаю, как голосовали ВКонтакте, но на сайте Эхо Кирова голосовали следующим образом. 37,5% голосовавших сказали, что в Кирове станет чисто, если пополнят штат дворников. Первое. На втором месте кировчане проявят гражданскую позицию и не будут мусорить. 19%. И по чуть-чуть как раз про штрафы, как в Сингапуре. 25% чисто в Кирове не будет никогда. Со временем все наладится 0%. Администрация будет проводить разъяснительную работу с населением. 6% всего. То есть вот 25%, что в Кирове не будет чисто никогда, и администрация будет проводить разъяснительную работу. 6%. Но мы рассматриваем заявление Ковалева как раз как разъяснительную некую работу, работу с населением. Вот люди не очень верят в это, а верят в полный штат дворников. Что скажете вы? На мой взгляд, слова Елены Ковалевой две категории людей восприняли по-разному. Одна категория восприняла это как давайте мы не будем мусорить и будем призывать своих соседей, друзей и родственников не мусорить, не нарушать правила благоустройства, не расписывать фасады зданий, не бросать окурки себе под ноги и так далее. А вторая категория людей восприняла эти слова как давайте будем, а вы своими силами вывозите мусор и убирайте мусор. То есть якобы призыв к субботникам. Мне кажется, все-таки, на мой взгляд, здесь был заложен именно первый вариант этого, вариант смысла. И давайте мы по вашему соцопросу немножко пробежимся. Действительно, в городе не хватает дворников. И когда в свое время, достаточно уже давно, я такого не помню, как массово дворники выходили на улицы города Кирова и каждый день в 6-5 утра прибирали наш город. Такого уже, мне кажется, давным-давно нет. И это очень плохо. И это говорит о том, что есть недофинансирование уборки и благоустройства общегородских территорий. Это улицы и тротуары общегородские. И, безусловно, есть недофинансирование. Это первое. А второе, скажем так, нежелание управляющих компаний заниматься своими домами, которые они обслуживают. Дело в том, что внутридомовая территория обслуживается управляющими компаниями. И город не имеет ни права, ни возможности убирать дворовую территорию. Это должны делать управляющие компании. Соответственно, в штате управляющих компаний обязан быть дворник, который должен каждое в 6 утра прибирать этот двор. Но у нас, знаете, какой рынок управляющих компаний? Коррупционным болотом, не иначе как, его назвать я не могу. Потому что управляющие компании – это такая уже визитная карточка нашего города. Они постоянно выкачивают деньги из жителей города Кирова и постоянно не соблюдают условия своего договора. Прямо все управляющие компании? Мне кажется, поголовно. Я не могу назвать ни одну эффективную, честную и порядочную управляющую компанию в городе. Рынок очень грязный, очень черный. Я еще раз повторяюсь, на мой взгляд, этот рынок очень коррупционный. Те самые сотни миллионов рублей, которые выводились на счетах каких-то московских рекламных компаниях, в том числе об этом говорят. Деньги отсюда перекачиваются в карманы учредителей и бенефициариев, собственников управляющих компаний. Так вот, вернемся к тому, что… Нет, давайте с управляшками закончим. Это такое все-таки послание от вас, Елене Васильевне Ковалевой, что дворники нужны. И прежде всего займитесь управляющими компаниями, которые не обеспечивают должную чистоту во дворах. Безусловно. Сейчас прервемся буквально на две минуты, продолжим с этой темой. Так все-таки где и какие дворники нам нужны и что делать с управляющими компаниями через две минуты. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занькосова. «Особое мнение» сегодня высказывает депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин. Мы остановились на вопросе чистоты в этом городе. Вопрос поднимается постоянно. Вспомнили Елену Васильевну Ковалеву, которая обратилась к горожанам с пламенной речью и призвала их проявить гражданскую позицию и не мусорить, потому что за каждым дворник не подберет. И все-таки и горожане, и с ними солидарен Алексей, который сейчас у нас в студии, голосует за то, что дворников-то надо побольше. И здесь мы вышли на интересную историю с управляющими компаниями. Алексей заявил, что все поголовно управляющие компании коррумпированы и неэффективны. Так что же делать в таком случае Елене Васильевне вместе с Ильей Вячеславовичем, которые, как вы считаете, должны работать вместе? Как они могут повлиять на ситуацию с управляющими компаниями? Безусловно, ситуацию с управляйками надо выводить в правовое русло. Это первое. И в том году такой механизм был выработан. Это лицензирование управляющей компанией. То есть город теперь выдает лицензию на право управления городской недвижимостью. И что изменилось? Изменилось на самом деле немногое, потому что, видимо, за лицензированием тоже мало кто следит. И процесс, процедура лицензирования достаточно строгая, жесткая и малоповоротливая. Мне кажется, процедуру лицензирования надо упрощать и давать как можно больше рычагов влияния администрации города, чтобы при постоянных жалобах от кировчан была возможность у администрации города забирать лицензию управляющей компанией. Это первый механизм. Это, естественно, все в рамках правового поля. Второе, на что нужно обратить внимание, это работа с самими управляющими компаниями на предмет выполнения их договорных обязательств между ними и собственниками жилых помещений. Безусловно, там уборка территории заложена в договор. Дворовая территория, она обязана убираться. Ежедневно, там не ежедневно. Но эта территория должна убираться. Вопрос в том, как управляющие компании за этим следят. Выполняют ли они это условие договора? Многие не выполняют. Именно поэтому во дворах происходит то, что сейчас происходит. Это что касается дворовых территорий. А что касается территорий общего пользования, парки, скверы, городские магистрали, городские тротуары, то здесь, как мне кажется, и выход я вижу только один, это увеличивать финансирование на сезонное содержание дорог и тротуаров в городе Кирове. У нас есть два тендера, это летнее содержание дорог и тротуаров и зимнее содержание дорог и тротуаров. И суммы, выделяемые из бюджета города на эти цели, как мне кажется, я всегда об этом говорил, они недостаточны. Если мы увеличим эту строку расходов, то... За счет чего? Вот это самый главный вопрос. И постоянно и предыдущий глава администрации мне этот же самый вопрос задавал. А за счет каких других позиций... Я знаю, за счет чего. Шульген же сказал, что у нас самое высокое в ПФО подушевое финансирование в городе. 24 тысячи из расчета на одного человека, в отличие от 16 казанских. То есть, вот он начнет, наверное, Илья Вячеславович, пересматривать эффективность рабочей работы с этими деньгами. Глядишь, найдутся деньги на увеличение финансирования уборки улиц. Ну, безусловно. Ну, я говорю, это, как мне кажется, это главный механизм борьбы с чистотой, с грязью на наших улицах. Это увеличить финансирование на благоустройство. Это первое. А второе. Это усилить контроль за победителями тендеров и аукционов на эту уборку и это обслуживание городских дорог и тротуаров. Потому что тот единственный подрядчик, который год за годом выигрывает этот лот, он вызывает столько нареканий и столько претензий со стороны и кировчан, и заказчиков, и всевозможных служб, что уже дальше мочи нет. Ну, невыносимо терпеть неэффективную деятельность МУП Гордор МОС-ТРОЕ. Ну, я постоянно говорю об этом предприятии. Оно, ну, как мне кажется, самое неэффективное в нашем городе. Ну, Алексей, что вы говорите? Вот отрезок маленькой улицы, на которой я живу, он не убирается ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной. И говори я, не говори об этом в эфире, не обращайся ли напрямую прямо к главе администрации или начальнику тируправления. Они знаете, что мне говорят? Ну, да. В этом году снова выиграла компания, уж я не помню, она 10 раз переименовывалась. Переименовывалась, когда-то называлась благоустройство, которое у нас самое неэффективное. Вот так. Вот все равно они выигрывают, эти самые неэффективные компании. Что с этим делать? Ну, эта система госзакупок, она о 223-м законе или 44-м ФЗ, о котором мы с вами говорим, она, с одной стороны, она эффективна, потому что она дает право участвовать в госзакупках всем желающим компаниям, которые имеют, может быть, какие-то конкурентные преимущества и особенности. Но, с другой стороны, она и неэффективна, потому что я часто общаюсь и с главами больниц, и школ, и предприятий, которые вынуждены закупать по этим ФЗ, по госзакупкам, они жалуются на то, что качество поставляемых материалов или услуг вызывает, ну, как минимум, желать лучшего, как максимум, не соглашаться вообще с этими поставщиками, с этими фирмами. Так же и здесь выигрывает та компания, которая предложила минимальную цену. А, естественно, если она предлагает минимальную цену, она будет использовать самые дешевые ресурсы, материалы и сырье. Мы здесь постоянно сталкиваемся с этой проблемой, и эту проблему надо решать на федеральном уровне. На федеральном все-таки. Это что касается госзакупок. Ну, давайте еще поговорим про развитие городской территории. И раз уж у нас грязь на улицах самая главная проблема, которую обозначают сейчас горожане, даже больше, чем про отопление говорят, даже больше, чем про износ сетей говорят, а вот именно про грязь, она прям красной нитью проходит. На прошлой неделе в понедельник в правительстве состоялся круглый стол, который планировалось посвятить комплексному развитию территорий. И там Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области, как раз и говорил, что грязь на наших улицах тоже, она еще и с тем связана, что у нас вот здесь залатали, здесь все равно дыра, здесь яма, здесь вышел грузовик. И все вот такими лоскутками. Его поддержал, кстати, Илья Шульгин. Он тоже сказал, что это не дело, и что нужен другой подход. Вот. Но вот каждый раз, когда об этом говорят, такое ощущение, что задача настолько непосильная и глобальная, что просто даже нет осознания, а как все-таки решить эту проблему. Чтобы ты вышел из своего подъезда на хорошую лестницу и по хорошему тротуару, по безбордюрным перекресткам дошел туда, куда тебе нужно. Кто этим должен заниматься? Мне кажется, что эта проблема очень актуальна для Кирова, и она была всегда актуальна, потому что тот миллиард рублей, который выделила в том числе Федерация по программе безопасной дороги, на ремонт дорог, значит, дирекция дорожного хозяйства успела подготовить паспорта дорог и предложить конкурсную документацию лишь на ремонт непосредственно дорожного полотна. Но мне кажется, дирекция дорожного хозяйства должна всегда иметь карту в рукаве и подготовленные технические задания и всю необходимую документацию для комплексного ремонта именно этого участка дороги. Комплексный ремонт – это замена бордюрного камня, это перекладка тротуарного асфальта или выкладка его дорожной плиткой, это ремонт асфальтового полотна, возможно, это строительство или очищение ливневки, ливневой канализации, то есть создание газона и так далее, и так далее. То есть это надо рассматривать комплексно, и об этом и губернатор, и Шульгин в том числе постоянно об этом говорит. Но когда мы вернемся к этой проблеме, я не знаю, и будет ли когда-то эта проблема рассматриваться комплексно, потому что говорят, они все. А вот когда доходит дело до подачи заявки на федерацию на следующий год, на миллиард двести, вот я не знаю, дирекция дорожного хозяйства и господин Менькин, успеют ли достать эту карту из рукава, есть ли она у него вообще, чтобы действительно предложить комплексный ремонт участков дорог с тротуарами, с бордюрным камнем, с ливневой канализацией и с асфальтовым полотном. Ну, надо сказать, что Илья Вячеславович Шульгин, он тоже в стороне не стоял в течение этого года, он был в этом процессе, все равно, правда, на своем посту. И сейчас ему предстоит, и ему предстоит, а не Менькину подавать эту заявку, потому что он, как сити-менеджер, да, должен контролировать весь этот процесс. Ну, безусловно. Что же ему при той команде, при той же ситуации абсолютно, что же ему удастся сделать? Успеет он что-нибудь изменить в этом процессе? Не знаю, говорить о том, что... Мы не можем даже догадываться, пока он сам не заявит о действии своих. Мы даже не можем предположить, какие его дальнейшие будут шаги. Мы их можем только увидеть. И, знаете, пока наблюдать вот все это со стороны, как бы это не обидно было, что граждане не могут сейчас напрямую контролировать главу администрации города Кирова, не могут написать ему коллективное письмо с требованием, не с просьбой уже, а с требованием решать комплексно благоустройство дорог и тротуаров. И мы, кстати, можем вернуться к тому вопросу, что важнее, парки, скверы или тротуары. Да, тут, кстати говоря, глава управления Новояцкого говорил, что надо все-таки в этом году уделить особое внимание именно тротуарам, даже в ущерб паркам и скверам. Я полностью с этим согласен, потому что по тротуарам ходит гораздо большее количество кировчан, гораздо больше трафик, нежели в парках и скверах. Безусловно, парки и скверы нужно содержать в чистоте, в порядке, нужно ставить скамейки, урны, там какие-то культурные объекты, культурные мероприятия проводить, безусловно. Но содержать тротуары, мне кажется, на сегодняшний день для города это первостепенно, потому что вся грязь, которая оказывается на дорогах, это в том числе из-за некачественных тротуаров, разбитых тротуаров. Наши мамы и инвалиды не могут проехать на колясках. Люди пожилого возраста зачастую оказываются в кировской травмбольнице при падении на таких, с позволения сказать, тротуаров, потому что только в центральной части города более-менее тротуары в достаточно приемлемом состоянии. Что касается каких-то замкнутых, компактных микрорайонов, то там, ну, боже, упаси, какие тротуары. Это первое. А второе, та грязь, песок, чернозем, они выносятся в том числе и из тротуаров, из газонов на проезжую часть. И эта вся грязь разносится на автомобилях, на колесах, они заезжают во дворы. И вот эта цепочка, она бесконечная. Пока мы не наведем порядок на наших дорогах, на наших тротуарах, мы не поборем эту грязь и не справимся ни с песком, ни с черноземом. В общем, всего хорошего Илье Шульгину и Елене Ковалевой. И до новых с ними встреч. До надежды мы на них возлагаем. Спасибо, Алексей Кузьмин, депутат городской думы пятого созыва. Это его особое мнение. Вы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо, до свидания.